Встань пораньше Ты увидишь, ты увидишь, как веселый барабанчик Круги, палочки, звеновые берет Будет полдень хлопотливый и гремящий Звон трамваев и люцкой во наоборот Но прислушайся, услышишь, как веселый барабанчик С барабанов вдоль по улице идет Но прислушайся, услышишь, как веселый барабанчик С барабанов вдоль по улице идет Крохот палочек, кто ближе он, кто дальше Сквозь сумятицу и полочи туман Неужели ты не слышишь, как веселый барабанчик Вдоль по улице проносит барабан Как мне жаль, что ты не слышишь, как веселый барабанчик Вдоль по улице проносит барабан В Лимфиаде могут участвовать одни восьмиклассники А вот Клав говорит, прям простила, умоляла, пожалуйста. Да, ей так просила, и она согласилась. Да, говорят такие трудные задачи, что ни один доцент их решить не может. Ну что, а вы решили? А мы решили. Ну, пошли, пошли. Ну, в совесть у тебя есть. Ну, кто же тебя будет бином Никло научить, да? Опять за свое. Бином, 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 ну сколько можно, ну? А ну, пошли в класс. Не пойду я. Одною рожденные в школу, отданные в сорок пятом, В правде партии убежденные, В праве беды свои не пряты. Мы росли, не тревожа, загодя, угловатых идей залежи. Носил он брюки узкие, читал Хемингуэя. Вкусы, брат, нерусские, внушал отец мрачнее. Огорчал он родственников честных производственников, Вечно споря с ними вкусами такими. Тотар. 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 Чего? Испытание смелости. Опять испытание? Малмарал, талчери! Молчи. Ну, пойдем. Тотар. Тотар. Значит так, бьешь по мячу, бежишь за ним на мостовую и возвращаешься обратно. Потом моя очередь. Футболист. Гражданин? Товарищ начальник. Ваши права. Следуйте за мной. Ничего смешного, так сказать, не вижу. Нам же поручили ответственное дело. Пацанам носы вытирать. Я бы на твоем месте был поскромнее. А что? У тебя у самого братишка в пятом классе учится. Так я его воспитываю. Сегодня отобрал. Кузя. Погоди, погоди. Вась, а Вась, ты меня друг? Да погоди, ладно, Вась. Может ты пойдешь, а? Куда? Ну как куда, так сказать, к пионерам вожатым. Мне к пионерам нельзя. Почему? Я курящий. Вась, ну вот там как раз и бросишь. Кошись, Серега по колечкам. Как же это так, Серега? Да ну вы, чертовой мать. Я бы этим футболистам все ноги переломал бы. Проехать по городу нельзя. Тут голуби, тут мячи, понимаешь. Там беру себя до них, дам жизни. Кузьма Михайлович. Что ты, лучший комсомолец? Руденко, а ну-ка, поди сюда. Ну что? А ну, вдыхни. Как был ты Кузя, так Кузя и остался. Его пошлем вожатым. Кира! На-ка, подержи. Снегирек, покурим? Да не, я недавно курил. Не хочу. Знаешь, как она его воспитывает? Ой-ой-ой-ой-ой! О, моя Керам! О, моя 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 Керам! Тарата-тарата-тараразон! Два дня до смерти, Коля? Ахахахахахаха! Поди галстучек одень, Коля! Поставь же меня! Давай, спусти! Так ты ребром бьёшь! Кто ребром? Ты! Атас? Как в школу пройти? А вот туда вон, в дырочку! Я думал, ты директора увидел, пуганный! Атас, атас! Кого забоялся-то? Давай бей твоя очередь! Бей, бей, не робей! Между прочим, и таких остряков знаешь как! Чё ты бьёшь-то? Чё ты, чё ты? Стиляги! Так прикурить! Джинсы перепачкал! Ну-ка, проводи меня к вожатке! Пусти! Отойди в сторону! Эй, большой! Нигиря поймали! Что такое? Что случилось? Нигиря поймали! Что такое? Что? Опять Снегирёв позорит дружину! Молодец! Что ты натворил? Я тебя спрошу, что ты натворил? Где твой галстук? Здесь! Где? Молодец! Товарищ, объясните, пожалуйста, что тут произошло? Видите ли, я попросил этого паренька проводить меня в школу. Приду, приду. А он почему-то не хочет. Что? Это всё? Всё. А ты чего? А я чего? Я ничего! Я увидел вот и подумал! Мы в салочки играли! Ладно, идите на урок. Мы тут сами разберёмся. Иди, иди, иди. Может быть, вы мне всё-таки объясните, как вы очутились на территории школы? Тут, значит, вот какое дело. Руденко, Сергей. Лидия Михайловна Ганова. Очень приятно. Я вот на автобазе работаю шофёром. Ну, и меня направили в вашу школу этим. Что, отрядным пионеровожатым? Точно. Здравствуйте. Здравствуй, Валерик. Познакомься, пожалуйста. Товарищ Лиденко будет работать у нас с отрядным пионеровожатым. Здравствуйте. А это Валерий Новиков, председатель совета дружины. Начальство, значит. Ну, здорово, председатель. Слушай, вчера об аврайкоме говорят, нужно оживлять работу по ступенькам. Опять новости? Говори. Но наше дело с тобой ведь не обсуждать, а выполнять, а? Как вы думаете насчёт этого, товарища Лиденко? Наверное. Наверное? Так что вот, иди в пионерскую комнату, возьми папочку, посмотри вырезки. Надо будет расширить план. Ну, иди. До свидания. Ничего, парень. Хороший мальчик. Симпатичный. Активные учатся на дне пятёрки. Это сразу видно. Знаете что, направлю вас в седьмой Б, у них там как раз, у них там как раз будет сбор. Нет вожата. Ну, хорошо. Ну, пойдёмте. Товарища Руденко будет у вас отрядным вожатым. Восьмой. Гранкин, ты бы лучше посчитал, сколько у тебя двоек. А у него нет двоек. Нет так будет. Товарищ Руденко будет у вас отрядным вожатым. Так, ну, веди сбор, Юра. Мы с товарищем Руденко посидим вот там, в сторонке. Прошу вас. Спасибо. Пожалуйста. Так, ребятки, вы знаете, какая у меня к вам просьба? Чтобы вы у меня были активными, инициативными, самостоятельными. Дранкин, закрой дверь, чтобы не мешали. Дранкин, Дранкин. Привязался ты. Да ладно тоже. Те и попросить теперь нельзя. Ребят, сегодня у нас сбор на тему береги минуту. Да у нас был такой сбор. Снегирёв, видимо, хочет сказать, что его эта тема не касается. Он уже умеет беречь минуту. Так, Снегирёв? Ничего я не хочу сказать. Тогда сиди и помалкивай. Сегодня у нас сбор на тему береги минутку. Мы все знаем, что в сутках 24 часа. Да ну? Снегирёв, не мешай. И в каждом часе 60 минут. Всего, значит, в сутках 1440 минут. Это очень много. Но всё равно мы должны беречь каждую минуту. А многие из нас ещё не умеют беречь своего времени. Вот сейчас Федя Дранкин расскажет вам, как берегли минуту все великие люди. Давай, Федя. Во, опять Дранкин. Иди, Дранкин, выступай. Все великие люди берегли каждую минутку. Поэтому они и были очень великими. Конечно. Великий русский писатель Лев Николаевич Толстой. Он написал много книжек. Например, например, Анна Каренина. Анна Каренина. Война и мир. Война и мир. Маша и Медведь. Лев Толстой берёг каждую минутку. Он соблюдал режим дня. И мы все должны брать пример с Льва Толстого. Снегирёв, не паясничай, пожалуйста. Ну, Феденька, это ты хорошо рассказал. Но ведь не только Лев Николаевич Толстой умел беречь минуту. Не, не только. Не только. Ведь были же и другие великие люди, которые тоже берегли минуту, правда? Были. Были. Расскажи нам про них. Сейчас. Не только Лев Толстой берег каждую минутку. Были и другие великие люди. Дранкин, выходи, у нас вратаря нету. Я ещё про Юлию Цезаря читал. Юлию Цезарю всё делал быстро. Он сказал, пришёл, увидел, победил. И мы все должны брать пример с Юлией Цезаря. Ха-ха-ха-ха-ха. Это не совсем удачный пример. Ты, по-моему, плохо подготовился. А ну-ка замолчите. В чём дело? Я готовился. Ну ладно. Так, Юра, продолжай. Чего с Мизного, я не понимаю? Сейчас Клава Огородникова расскажет... Ой, Лидия Михайловна, кто-то стреляется. Кто-то, наверное, хочет попасть к директору, да? Я ведь могу помочь. Клава Огородникова расскажет, как берегут минуты ученики нашего класса. У нас в классе тоже есть люди, которые умеют беречь время и берегут каждую минуту. Я хочу сказать про Машу Конорейкину. Маша хорошо учится, примерно ведёт себя на уроках и аккуратно выполняет домашние задания. Маша соблюдает режим дня и поэтому всё успевает делать. И мы все должны брать пример с Машей Конорейкиной. И Льва Толстого. Снегинёк, не мешай. Но есть у нас и такие люди, которые не умеют беречь время. Это, например, Снегирёв. Снегирёв учится не очень хорошо. Он опаздывает, плохо ведёт себя на уроках. У него нет режима дня. Снегирёву надо подтянуться. Хорошо, я подтянулась. Ну, кто ещё хочет рассказать про минуты? Снегирёв, может, и хочешь сказать? Про тебя тут говорили. Спасибо, я не хочу. Ну, ребятки, давайте. Давайте, 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 поактивнее. Что-то вы у меня совсем завяли. А ты будь посамостоятельней. Ну, никто не хочет, тогда я скажу. Я расскажу, что делают за одну минуту рабочие предприятия нашего района. Валерий? Лидия Михайловна, можно вас на минутку, а? Ну, ты же видишь, что у меня сбор. Ну, извините, пожалуйста, у меня очень важное дело. Ну, продолжай, Устинов. За одну минуту. Слушай, чпуха какая-то. Где ты нашёл? В папке. Не нравится мне эта записочка. Глупость какая-то. Слушай, кто-то дурака валял, а ты? Дурака валял. Я же знаю эту тарабарщину. Стройка. П-о-д-краном. 15-го, 10-го, 9-го. Тотар. В 23-й школе, между прочим, тоже вот всё с такой же записочки началось. 23-й? Да. Забыли? Слушай, тогда ты-то узнай всё как следует. Слышишь? Я уже кое о чём догадываюсь. Да, и об этой записочке пока никому ни слова. Не дай бог дойдёт до райкома. Предприятия нашего района за одну минуту выпускали. Штулок бронзовых. Шесть. Шкивов желобочных. Один. Колёс храповых. Три. Кукол голышей целлоидных. Пять. Вёдер. Шесть. Ручек ученических. 27. А также много других товаров. Предприятия нашего района. На предприятиях нашего района там много рабочих, которые берегут каждую минуту, чтобы выпустить больше. Штулок бронзовых. Шкивов желобочных. Ручек ученических. Кукол этих голышей целлоидных. А также много других товаров. Мы должны брать пример с рабочих предприятий нашего района. Кто ещё хочет выступить? Переходим к художественной части. Переходим к художественной части. Сейчас сёстры Гранёные, Вера и Венера, расскажут фихотворение «Береги минуту». Три. Четыре. Даже чтоб делать! Три. Четыре. Делают дяди и тёти. Три. Четыре. Делают дяди и тёти сандалии, боты, калоши, штаны и так далее. Дом ли построить? Булку ли спечь? Время, ребята, надо беречь. Даже чтоб сделать! Я говорю! Даже чтоб сделать простые сандалии, Нужны нам минуты, часы и так далее. Следующий номер нашей программы... Ты куда, Снегирёв? А ну вас! Ерунда всё это! Снегирёв! А ну-ка, сядь на место! Пока! Снегирёв! Это же возмутительно, а? Ну, злоди крышки! Снегирёв! 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 Вы видели? Вы видели? Нарази можно так проработать. Это же самый настоящий хулиганский поступок! Снегирёв! Снегирёв! Хулиганство. Какое-то хулиганство. Просто у вас тут тоска зелёная. Извините, товарищ Руденко, это пионерский сбор, а не вечер отдыха молодёжи. Развлекать тут никто и никого не собирается. Это серьёзное мероприятие. Может, у вас так и полагается проводить сборы? Разве так научишься беречь минуту? Правильно! Только где время тратим? Тянем тут как лапша. Правильно! Точно! И всегда у нас на сборах шпуха! Да, одно и то же. Правильно! В прошлом году береги минуту! Ну что ты врёшь? Удурь ты отсюда! В прошлом году у нас был сбор два мира, два детства! И потом ещё это, путешествие! На парте по карте! Ну и по карте! А ты чего хотел? Теперь только коробки собирать! Какой пакар? У меня, может, 40 тысяч штук будет! Футбол гонять! Долой, Устинова! Долой! Долой! Устинова, долой! Долой, Устинова! Через брак! Долой! Долой! Тихо! Тихо! Видите, что вы устроили? Разве так можно с ребятами? Тихо! Три избирать Устинова вам никто не позволит! А если мы хотим? Это мало ли что вы хотите! Ну погодите, погодите, ребята! Ну что, в самом деле, на него набросили? Для них старайся! Вот, видите, он старается! У нас я не оценил? Оценил! Его не оценил! Вот ты! Как его зовут? Дронкин! Вот ты, Дронкин! Ты больше всех кричал, долой Устинова! Ну что ж, получается, тебе такие сборы не нравятся, да? А чего в них хорошего-то? Ну, а в настоящее путешествие ты бы поехал на машине! Спрашивайте! А где машину возьмем? Достанем! В нашем деле главное включить зажигание! Ладно, ребят, сбор окончен, давай по домам! Да погоди ты, чудак человек! Я же серьезно! Дай карандашик! Кто хочет на Кавказ, подходи записываться! Тетрадки есть? На Кавказ! А вы не шучите? Как фамилия? Сергеев! Ой, меня тогда тоже! Деньги! 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 Тотар! Тотар! Жду-жду. Я уж думала, что шутовку нашли. Да что ты, в эту папку кроме нас никто не заглядывает. Тотар! 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 Шифровку из папки взял? Нет, Устина в нару возьмёт. Когда я читал, только его знака не хватало. И давно это вы тут сидите? Я только что пришла. Ух, Коля, Коля, ты ещё ничего не знаешь? Ух, Коля, у нас новый вожатый. Во, парень! Новый вожатый, новый вожатый! Ты лучше скажи, почему опоздал? Мы насчёт гаража рассоветривались. Да я ещё раньше других пришёл. Вон Устинова нет, а остальных тоже. Нет и не надо. Без них обойдёмся. Ну что делать-то будем? Можно Петру Захаровичу дрова попилить. На той неделе пилили. Можно качели в детском саду починить. Очень надо, чтоб опять за жуликов приняли. Заныло. Да что мы, для этого Тотру устроили. Пенсионерам дрова пилить, да заборы ремонтировать. Ты помнишь, как у нас в клятве? Вступая в тайны общества троечников, клянусь изо всех сил, пока бьётся моё сердце, мстить зубрилом и выскочком. Помнишь? Клянусь ненавидеть трусов и подлиз. Клянусь защищать обиженного и помогать слабому. Все за одного, один за всех. Мстить зубрилом и выскочком. А мы под машины кидаемся, храбрость свою показывая. А сам-то связался с этой шпаной? Ходишь за ними, да ещё деньги у Исаева берёшь. Замолчи. Хватит, 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 хватит. Давай лучше подумай, что делать будем. Придумаешь с вами. Есть настоящее дело. Зачем? А чтобы не воображал. Да ну, с ним связываться. Вот так. Ну а что тогда? Ты не знаешь, я не знаю, он не знает. Зато ваш новый вожатый знает. Точно он знает. Мы с ним на Кавказ поедем, уже записались. Сначала мотор изучим, а потом... И я, и Устинов, и вот она уже записались. Записались, значит? Коль, так ведь интересно же. Интересно? Ну и катитесь к своему Сереженьке. Ходите перед ним на задних лапках. Валерий? Что случилось? Лидия Михайловна. У нас тут такие дела, Лидия Михайловна. Что? Снегирьев. Опять Снегирьев? В общем, у нас в школе существует подпольная организация. Какая организация? Подпольная организация, как в 23-й школе. Тотар, этот самый. Тайное общество троечников. Снегирьев у них главарь. Не может быть. А вы знаете, о чем они там сговаривались? Как организовать избиение членов совета дружины. Господи. Какой кошмар. Ну и что? Немного у них народа в этой шайке? Не знаю. По-моему, всю школу опутали. Ужас. Ужас. Что же теперь делать? Я просто ума просто не приложу. Ужас. Слушайте, Лидия Михайловна, завтра же соберем совет дружины, пригласим директора, зауча, Василия Михайловича, как секретаря парт-организации и все расскажем. Ну, с ума что сошел? Партийная организация и дирекция. Всему городу известно станет. Да, но мы же сами раскрыли. Сами и сами там уже разбираться-то не будут. Подпольная организация. Нет, нет, надо все тихо, понимаешь? Только прошу тебя. Никому ни слова, ладно? А? Ну иди, иди. Иди. Лидия Михайловна, а что, если снегиремы? Одного. И не было никакого общества. Ладно, иди. Я подумаю. К Дорогие пионеры, комсомол учить нас неустанно крепить связь школы с производством. Вот почему нас всех радует благородный почин нашего товарища Сергея Руденко. Сегодня мы дарим вам наши... Передаем. Списываем. Итак, сегодня мы дарим вам... Коля! 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 Коль, бежим скорей на завод! Там такое творится! А что там творится? Нам машину дают, Коль! А я на курорт не собираюсь. Дорогие пионеры, комсомол учит нас неустанно крепить связь школы с производством. Вот почему нас всех радует почин нашего товарища Сергея Руденко. АПЛОДИСМЕНТЫ Его первый успех в деле воспитания детей, организации в вашем отряде автомобильного кружка. Это наш общий успех, который мы по праву которым можем, так сказать, гордиться. АПЛОДИСМЕНТЫ Принимая эту прекрасную автомашину, я хочу передать глубокую благодарность заводскому комитету, дирекции Кузьму, поблагодарить Кузьму Михайловича и передать личную благодарность и друг Максимовичу Новикову за повседневную заботу об учащихся нашей школы. АПЛОДИСМЕНТЫ АПЛОДИСМЕНТЫ Давай, давай, ребята, давай, 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 давай. АПЛОДИСМЕНТЫ Ну, Руденко! АПЛОДИСМЕНТЫ Спасибо, Кузьма. Не машина. Дверь не догонишь. Спасибо. Тише едешь, дальше будешь. Васька, буксир давай. Буксир, говорю, давай, что смотришь. Погоди, Руденко, зачем буксир-то? Ну смотри, Кузя, дорогие пионеры. Да не шуми, Руденко. Ну не шуми, ну на той неделе заменим. Ну погоди, я ж старался. Ну что ты в самом деле? Я ж не хотел. Сами ж выбрали. Спросил самотвод. Васька, ну где-то у меня организаторских способностей? Ну нет, понимаешь ты? Правильно, Кузьма, нет. Ну что ж ты голосовал-то? Все голосовали. Тебя из райком вызывают. Что? Все. Хорош? Хорош. Где взял-то? Купил. Кого? Гули-гули-гули. У Исаева. А хоть бы и у него. Нашел себе компанию. Да уж не хуже нашего Тотра. Сравнил. С ним хоть весело. Совсем ничего не соображаешь. Сколько ты ему должен-то? Много должен. Их ты. Эх ты. Едут, Колька, едут. Эх ты. 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 С ребятами творится. Да нет пока. Забавный публика. Тут на днях поход устроили, заблудились, в болоте увезли, они довольны. Еще бы. Когда, говорит, еще пойдем? Интересно все, да? Новинка. Эх поработали были пять. Это учтить говорят. Любить детей, да... Любить детей, да про призвание. За пять лет, знаете, все так надоест. Потом ведь не полюбишься, ходи вон ничего, а другие отвратительные же, вон есть мальчишки. Не знаю. Чего же не знает? Один он ваш, Снегирев, чего стоит. А что Снегирев? Снегирев такой же малый, как и все. Как и все? Конечно. Хулиган, самый настоящий. Да бросьте вы. Да вы вон гараж строите, мотор изучаете. Хоть раз пришел. Нет. Ну, вот и не придет. Это почему же? Чему? Потому что только одно ноумение. Чтобы набезобразничать, только ты и есть. Да что вы все к нему цепляетесь? Ну, что он такого сделал-то? Подумаешь, ушел со скучного сбора. Ушел со скучного сбора, да? Конечно. Разве в этом дело? А в чем же? В том, что ему не место в советской школе. Ой, даже так. Даже так? Ай-яй-яй. Ничего, понимаете или не знаете, оберете судить. Чего же это я не знаю? Вы знаете, что ваш Снегирев организовал тайное общество? Какое общество? Какое общество? Какое общество? Разберитесь, а потом судите. Инструмент не забудьте ждать Павлу Степановичу. Вот постой здесь и подумай. Павлу Степановичу. Эй, малый, Снегирев, ну-ка, поди сюда. Зачем? Иди, иди, говорю. Шевелись, шевелись. Ну, чего тебе? Ну, подержи вот этот провод. Так? Да не так, вот так, чтоб контакт был. Да ты, небось, не убьет. А я и не боюсь. Держишь? Держу. Держи. Работает? Работает. Ну-ка, дай-ка. Подержи-ка эту штуку. Ты чего не на уроках-то? Ты держи, держи. Выставили, что ли? Да ну ее. Это кого же? Да Евгешу. Кого-кого? Евгению Петровну. Вредной, что ли? Да нет. Ну-ка, за что же она тебя? Ел. Чего? Ел, говорю. Что ж тебе класс? Закусочные, что ли? Ну-ка, пусти-ка. Между прочим, разговоры про тебя идут. Какие разговоры? Да так, всякие. Говорят, учиться не хочешь. Ведешь себя плохо. Кто говорит-то? Вожатая, небось. Ты держи, держи. Слушай, какая разница кто? Говорят, за тобой такие делишки водятся, и в школу можешь полететь. Кто говорит? Да что ты пристал, кто говорит? Кто бы не говорил, я бы на твоем месте задумался бы. А чего мне задуматься? А ты задумайся, может, тебе припомнишь. Нечего мне припоминать. Ну, раз нечего припоминать, и волноваться нечего. А я и не волнуюсь. Ну, вот и порядок. Да ты брось эту штуку-то. А че же? Ну, так я пойду? Ну, валяй. А то, может, вместе пойдем. Дорогой-то поговорили бы, а? Петра, ну, отдайте портфель. Пожалуйста, отдайте. Здравствуйте, Федор Федорович. Здравствуйте, Евгений Петрович. Опять что-нибудь натворили? Да нет, ничего. Они у меня уже взрослые. Да? А почему такой конвой? Они знают почему. Спасибо. Ладно, Федорович, я пойду. Ну, запомни, Саев, добром это не кончится. Может быть, и не доучиться. Да ну что, Федор Федорович, один год остался. И вообще, такого закона нет, чтобы за убеждение школы выгонять. А ты уверен, что они у тебя есть? Убеждения. Ладно, иди. До свидания, Федор Федорович. Будь здоровы. Федор Федорович, ну, ребята, меня просто оседлали с этими путешествиями на юг. Автоделы у них теперь основной предмет. Ну, давайте как-нибудь поможем им организационно. Да, нужно, конечно, помочь. Меня вот что интересует, что это у вас там с этим Снегиревым происходит? Снегиревым? Не знаю, Федор Федорович. С ним что-то непонятное. Ну, точнее. Ты бы бросил жевать на уроках. Ты такой несерьезный, Снегиревым, такой несознательный. Сердцу вопреки, Мы с тобой два берега. Ну, ты, конорейка. Ну, ты, Огородникова. Коль, с нами работать? Посмотрим. Будет, будет. А ну, братцы, давай веселее, нам бы сегодня только одну стеночку обшить бы. Коль, пойди, помоги девочкам. Ну, ладно. Не лезь, не лезь, не лезь, я козь эти криловая. Кула везу. Сереж, как? Да? Не стесняйся, тут все свои. Иди, иди сюда. Иди, иди, иди сюда. Ну, что, Коль, тоже на курорт захотелось? В теплые края? Да что ты! Давай, давай. Ты подбери дощечку-то. Да брось ты! А мы на стадион собрались. Между прочим, и тебе билетик взяли, как договорились. Ну, раз ты заяц, ничего не поделаешь. Работай. Работа на это. Дураков любит. Да ладно, ребят, ничего я не занят. Адап. 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 Коля, а ты дай ей разок по шее, и она отдаст. Что, боишься, не справишься? А ты вон его попроси, он тебе поможет. Эй! Чего? Ничего. Помоги, говорю, приятелю, видишь, не справляется-то. А я девчонку не бью. Это почему же? Распитание не позволяет. Тебя как зовут-то? Меня-то? Ну, да. Пимин. Знаете, что же, в честь летописца, что ли? Какого летописца? Ну, был такой летописец. Борис Гудунов читал? Нет. Его фамилия Пиминов. Ну, а звать-то тебя как? Меня-то? Ну, да, тебя. И Вова. Эх ты, Вова. Ну, ладно, большой, что ли. Имя свое и то потерял. Пимин, пошли. Ну, сейчас. О, видал, на свистке окликаешься, как собака. Ну, ладно, вы это. Ну, иди, иди. Ну, иду. Снегирь! Ну, иди. Маш, отдай ему портфель. Ребят, занимайся своим делом. Ну, иди, что задумался-то? Он тебе билетик даст, папирошкой тебя угостит. Ребят, ну, что ж вы стоите-то? Ну, иди. Коль, погоди. Ты, Коля, еще фарты достали. Где? В 23-й школе. Девочки, девочки, будем крышу наделать. Фарты достали. Лидия Михайловна, посмотрите. Что такое? Снегирев. У него ж двойка. Безобразие, а. Ну, давай сюда. Книгирёв, что такое? Ты же знаешь, иди домой. Иди домой, садись за уроки. Лидия Михайловна. Слушайте, миленький, вы знаете, вы меня просто удивляете, честное слово. Вы же знаете, что есть правило, кто получит двойку, тому не разрешается заниматься в негласном мероприятии. Да ну, нельзя же так, ну. Да вы понимаете, что это делается для его же пользы. Пусть исправят двойку, а тогда приходят. Да, и будем только рады, что взялся за ум и занялся хорошим делом. Иди. Лидия Михайловна, он нас правит. Мы ему поможем. Не сомневаюсь, Конорейкина. Во всем готова помогать своему товарищу. Во всем иди. Погоди-ка. Костик. Вы знаете, товарищ Шуденко, Евгения Петровна, классный руководитель седьмого Б, не поблагодарит вас за то, что вы удерживаете Снегирёва. А мы так не блестящи с успеваемостью. Да исправит Снегирёв двойку. Завтра же. Ну, так, Николай. Ну вот, я за него ручаюсь. Я охотно верю, но существует определенный порядок. Какой еще порядок, Лидия Михайловна? Подождите, существует определенный порядок. Да брось ты. Ты бы лучше Саевской компанией заняла, чем у Снегирёва-то клепать. Саев и дружки, это несоюзная молодежь. Евгения Петровна, мы сегодня в гараже работаем. Там Колька. Он сегодня первый раз работает. Понимаете, первый раз. Ну, успокойся, ну, ну. Его и Саев звал, а он не пошел. А Лидия Михайловна пришла и говорит, что раздвойка. Значит... Подожди, пойдем все выясним. Коля! Ты куда? Да ну ее. Пойдем, Коля. Пойдем, Коля. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Кулакова 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 Здорово! Некогда, ничего! Ну чего тебе? Иди сюда, дело есть. Давай скорее. Понимаешь, какое дело? У меня один человек попросил. Ему в новом доме комнату дали. Ну и со старой квартиры нужно кое-какие вещички перебросить. Я подумал, может быть, ты, а? Коль, мы поможем ему с машиной? Да нет, что ты! Не могу я. Да ты не бойся, тебе даже за рулем не придется сидеть. Да что ты! Ты мне только ключ от гаража отдай. Владимир Вичевок. Да нет, что ты! Не могу я! Нельзя! Брось ты, нельзя нельзя! Я к тебе сегодня забегу, слышишь? Пока! В чем тебе пристало? А, ерунда! Слушай... Слушай, Коль, у меня есть деньги. Отдай ему. Отца выпросила. Да нет, это мои деньги. Я в колхозе на прополке заработала. Нужны мне твои деньги. Снегирек, кому говорят бить деньги? А ты чего на меня орешь? А ты беги! Здравствуйте, Надежда Петровна. Здравствуйте, Нина Александровна. Здравствуйте. Давненько вы у нас не были. Пожалуйста. Спасибо. К сегодняшнему дню вы все должны были прочесть о карбюраторе. Я прочел. Молодец. Я прочел. Только ничего не понял. А ты знаешь, почему не понял? Почему? Потому что давно в парикмахерской не был. Здравствуйте, дети. Здравствуйте. Мать Валерки пришла. Здравствуйте. 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 Ну, что ж, давайте знакомиться. Давайте. Новикова Нина Александровна, председатель родительского комитета. Очень приятно. Руденко, извините, боюсь вас испачкать. Ну, что вы, какие пустяки. А это что же у вас тут происходит? Занятие кружка, да? Умелые руки. А вы, значит, руководитель. Подождите, а на чью же ставку вас взяли? У нас, по-моему, по смете денег на технический кружок нет. Да, как сказать, видите ли, мы сбор проводим. Пионерский сбор? Да. А на какую же тему? Вот, карбюратор изучаем. Извините, ничего не смысле в технике. А вы почаще к нам приходите. Спасибо. Возьми-ка. Ребята, на сборе у вас в таком виде? А что, вид нормальный, рабочий. Подождите, я что-то ничего не понимаю. А как же форма, белый верх, темный низ? Ну, что тут, мама, непонятного? Товарищ Руденко, это наш новый вожатый производственник, шофер. Его отряд изучает автомобильный мотор. Ах, шофер. Девочка, а как тебя зовут? Нарейкина. Машка. А почему же ты не ходишь на кружок художественной вышивки? Все девочки должны любить вышивание. Это воспитывает тонкий эстетический вкус. Приходи. Она выше в Кустинов давно собирается. Да все стесняет. Да иди сюда. Да иди сюда. Кустинов, приходи. Мы каждому рады. Вот смешные вы дети. Ой, моя миленькая. Здравствуйте. Здравствуйте. Здравствуйте, моя хорошая. Здравствуйте. Лидочка, вы прелестно выглядите, а? Правда? Да. Что вы, Нина Александровна, сидишь тут целый день. Лидочка, а как вам нравятся наши автомобилисты? Великолепно, не правда ли? Да, полезное начинание. В райкоме тоже одобрили. Вот и я говорю, хорошие, хорошие, хорошие. А что это купили? А? Секрет. Ой, да, Лидочка, я, собственно, к вам по делу. Я вас слушаю? Даже не к вам. Снегирев как раз здесь. Коля! Коля, подойди поближе. Ну? Выйди, выйди. Раз тебе говорят. Коля, а что это ты, а? Ребятки. Вы все знаете, что наш родительский комитет постоянно заботится о многодетных семьях. Вот и сейчас мы решили сделать подарок вашему товарищу Коле Снегиреву. Колин и маме нелегко обеспечить своих детей всем необходимым. И поэтому, Коля, мы дарим тебе вот эти ботинки. Не надо. Почему это не надо? Не надо. Да что ты, глупость, стесняешься? Бери и носи на здоровье. Бери, Коля. Хороший ботинчик. Бери, Коль. Футбол. Бери, что футбол. Бери, гуляй. Наш родительский комитет просил передать тебе, что мы все надеемся, что ты будешь примерно себя вести и подтянешься в учебе. Вот-вот. Скажите ему, а ты на этой неделе опять двойку получил? Как? Опять? Ай-яй-яй-яй. Коля, как же это так? У него сестренка болеет. Ай-яй-яй-яй. Сестренка болеет. Сестренка болеет, а? У мамы столько забот. А ты еще огорчаешь ее своими двойками, и тебе не совестно. Разве можно так относиться к своей маме? Да что ему мать? У него ни к кому жалости нет. Только о себе думает. Ай, как стыдно, Коля. Ай, как стыдно. Ты знаешь, как тяжело нам, матерям, когда наши дети приносят нам плохие отметки. У вас есть дети, товарищ Руденко? Нет. Наш родительский комитет ни за что бы не подарил тебе эти замечательные ботинки, если бы он только знал, что так ведешь себя. Да заберите бы свои ботинки. Боже мой. Нет, Санна. Что? Извините. Извините. Извините перед Нина. Гражданочка, обождите. Коля, поди сюда. Нина Александровна. Нина Александровна, миленькая, я вас прошу, вы только не волнуйтесь ради Бога. Ну а что уж там, Леночка? Стоит ли волноваться? Нина Александровна, мы, правда, меня не простим. Нина Александровна. Я давно говорил, надо кончать. Да. Да. Надо кончать. Собирай сейчас же совет дружины. Сейчас же. Ну, хулиган. Тебе это так дар мне пройдет. Нина Александровна. Мам. Ну что, ты бы не волнуйся. Не волнуйся. Ну что вы, Лизочка? Ну что вы, что вы? Стоит ли нервничать из-за такого? Я же отлично все понимаю. Разве можно доверять воспитанию детей какому-то шоферу? Ну это вы совершенно правы. Ну что ж ты, Коль. Ну что ты, маленький что ли? От чего же она? От чего? От мамку вызовут в школу. Будешь знать чего. Все кроме Снегирева могут идти домой. Сбор окончен. Вы что, не слышали? Вас что, силой что ли выводить? Пошли, ребят. Я не пойду. И я не пойду. Товарищ Шуденко, я требую, чтобы ваши пионеры немедленно покинули эту комнату. Сейчас будет экстренный сбор совета дружины и всех посторонних я прошу удалиться. Ну какие же мы посторонние-то? Снегирев пионер моего отряда. А это его товарищи. Хорошо. Вы как отрядный вожатый можете остаться. Кто из вас еще член совета дружины? Я. А я председатель совета отряда. Можете оставаться. Остальные пусть уходят. Я извиняюсь, остальные что же они? Не имеют права, что ли? Слушайте, товарищ Шуденко! Просто удивляйтесь, честное слово. Что же я вам объяснять-то буду? Мы же не пионерские, понимаете ли, здесь актив собираем? Ну и что? На совет дружины. Мне нужно знать. Ну да. Ну ладно, ребята. Вы идите, мы тут сами разберемся. Сегодня на совете дружины у нас один вопрос. Поведение ученика Снегирева. Дело в том, что Снегирев систематически нарушает дисциплину. Учителя жалуются на него. Недавно он совершил хулиганский поступок на сборе отряда. Он все время перебивал своих товарищей разными репликами, мешал вести сбор. А потом вообще самовольно ушел. И правильно сделал. Кустинов, тебе никто слова не давал. Самовольно ушел, и сбор был сорван. Можно вопрос? Почему, когда Снегирев сорвал сбор, его не вызвали на совет дружины? Снегирев. Мы хотели тогда же обсудить поступок Снегирева. Но отрядный вожатый товарищ Руденко попросил нас не делать этого. Он уверял нас, что Снегирев исправится. Мы поверили и решили дать Снегиреву испытательный срок. Некоторое время Снегирев вел себя прилично. Только ненадолго его хватило. На некоторое время Снегирев исправился. Но потом опять взялся за свое. Сегодня он совершил еще один безобразный поступок. А что такое? Он нагрубил председателя нашего родительского комитета. Слушай, Валерь, что ты говоришь? Охотца пленочку вышла. Я тебя не понимаю. Нагрубил. Нина Александровна, твоя мама, но чего ж ты сглаживаешь вопрос? Разве он просто нагрубил? Он поступил, как самый настоящий хам. Бросить в лицо взрослому человеку ботинки. Но знаете ли, если он не нуждается в подачках. Я считаю, что он оскорбил не только Нина Александровна, он оскорбил весь наш родительский комитет. И об этом надо говорить прямо и не стесняюсь. И об этом надо говорить прямо и не стесняюсь, чтоб члены совета дружины знали. Как же так? Отчего же она? Отчего же она? Устинов! Твоё мнение никого не интересует. Я думаю, что сначала мы послушаем Снегирёва. Да. Ну, Снегирёв, расскажи своим товарищам, как ты отблагодарил Нину Александровну за подарок? Ну? Что? Будем долго в молчанку-то играть? Хулиган, ты понимаешь, герой. Отвечать, что у тебя храбрости, что ли, не хватает? А кого мне бояться-то? Его, что ли? Разговорился, наконец. Не говори. А главное, в своём репертуаре. Ну и разговорился. А ты говори, говори. Мы его посидим да послушаем. Ну, что ему говорить? Он, он стоит, даже себя виноватым не считает. Разве вы не видите? А ты думал, я к твоей матери извиняться пойду? Да? На-ка вот выкуси. Снегирёв! Ну, где ругаешься? Нахал! Безобразие! Возмуцительный факт. Так. Значит, ты отказываешься извиниться. Хорошо. Какие будут предложения? Малерия, веди сбор. Какие будут предложения? Надо объявить выговор. По-моему, строгий выговор. Может быть, скажешь, что исключить? Да, строгий выговор. Да ну! Строгий выговор с предупреждением. У меня есть предложение. За систематическое нарушение дисциплины, за срыв пионерского сбора, за оскорбление родительского комитета и возмутительное поведение на совете дружины исключить Снегирёва из пионеров. Правильно. Поставить вопрос о пребывании Снегирёва в школе. Конечно! По-моему, все ясно? Стать на голосование? Одну минуточку. Мне не все ясно. А что именно? Да вот это все. Исключить из пионеров, поставить вопрос. За что исключить? Как за что? По-моему, Валерий все достаточно хорошо сформулировал. Да это что говорить? Сформулировано хорошо, грамотно. Только формулировочка-то липой пахнет. Товарищ Руденко, набирайте выражение. Это вам не автобаза. Да не в этом дело. Почему, как это вы говорили, Снегирёву не место в советской школе? Потому что Снегирёв это отпетый тип. Вы же не все знаете, товарищ Руденко? Не знаю, хочу узнать. А если вы что-то знаете, так расскажите мне и ребятам. Подождите, ведь есть такие вещи, о которых нельзя говорить на совете дружины. Про что же нельзя говорить? Про тайное общество, что ли? Какое общество? Да тайное общество, которое Снегирёв создал в школе. Про это что ли нельзя говорить? Виноват человек? Так скажите в чем? А нечего здесь темнить. Кто здесь темнить, товарищ Руденко? Не собирается. Расскажи, Валерий, что тебе известно о тайном обществе? Может быть, лучше вы? Договори. Недавно мы узнали, нам стало известно, что Снегирёв создал у нас в школе подпольную организацию. Да ты знаешь, что ли такие дела бывают? Эта организация называется Тайное общество троечников, сокращенно ТОТР. Члены этой организации считают, что пионерская дружина для них неподходящее место. Они объединились, чтобы во главе со Снегирёвым творить всяческие безобразные выходки. Организовывать нападения на активных пионеров, избивать их, срывать важные пионерские мероприятия. Ну врёшь! Врёшь же ты всё! Устинов, сядь на место! Сядь на место! Это общество. Не было никакого общества. Было. Не было. Было. Не докажете. Да? Напрасно. Ты, Снегирёв, думаешь, что это так трудно доказать? Тебе знакомо? Вот так записочка. Или ты, может, скажешь, что ты ничего о ней не знаешь? Ну и скажу. Да? Это вы сами мне написали. Что? Вы видели, а? А из тебя видели 13-го числа в 9 часов вечера на стройке. Кто видел? Неважно, и ни одного. Не было никакого общества. Было? Ну было. Было общество. Ну и что же? Было. И я в нём состоял и Конорейкина, и вот Дранген тоже. А чего? Я ничего не знаю. У меня даже замечаний не было. При чём тут я? Кустинов, тебе не стыдно? Председатель совета отряда в одной компании с этим хулиганом. А нечего мне стыдиться. Новиков наговорил вам тут, хулиганить и избивать активных пионеров. А кого мы избивали? Это вам лучше узнать. Не трогали мы никого, а наоборот. Ах, не трогали, да? А может, ты скажешь, что и клятвы не давали? Изо всех сил птить зубрилом и выскочком? А может, ты скажешь, что Снегирёв от Исаева деньги не получал? Какие деньги? Какие деньги? Обыкновенные. Так ты шпионить за нами, да? Ну погоди. А ты меня своими угрозами не запугаешь. Отвечать тебе всё равно придётся. Да за что отвечать-то? За то, что старикам помогали. За то, что по ночам дом строили. За это отвечать, да? А ты стариками не прикрывайся. Здесь тебе не дурачки сидят. Вы создали тайную организацию и за это ответите. Постой, Валерий, ты что? Ты что-то увлёкся. Тайная организация, ответите. Я думаю, сначала надо как следует во всём разобраться. Да тут не в чем разбираться, товарищ Руденко. Факт остаётся фактом, что Снегирёв создал тайную организацию. Да ведь неизвестно ещё, что это за организация-то. Может, в ней ничего плохого-то не было. Ведь вот Устинов говорит, подарки носили, пенсионерам помогали. Ну, какое имеет значение, насилие не подарки или нет? Не в этом же дело. В пионерской дружине существует подпольная организация. А это, если хотите, политический вопрос. Ну и скотина. Слушайте, Лидия Михайловна, мне надоело выслушивать оскорбление. Да у тебя уже тоже тайна была. Давайте, наконец, заканчивать. Погодите вы, заканчивать? Как же можно так с человеком-то? Слушайте, товарищ Руденко. Прекратите, наконец, это бесполезный спор. Кстати, знаете, что было в 23-й школе, когда там открыли вот такую же организацию? Что? Не знаете? Так пойдите вот туда. Сядьте и помолчите. Давай, вставь на голосование. Кто за то, чтобы исключить Снегирева из пионеров и поставить вопрос перед дирекцией о его пребывании в школе? Поднимите руки. Раз, два, три, четыре. Пять. Поактивней, ребята, поактивней, поактивней. Дранкин. Дранкин, ты что, против? Так, подавляющее большинство. Так, подавляющее большинство. Ну что ж теперь делают-то? Знаешь что? Вот эти вот только не распускать. Когда сказал, педсовет будет? Восемь. Восемь. Мне тут нужно в одном месте побывать. А к педсовету я вернусь. Ну давай, давай, иди отсюда. Чего ты здесь ошиваешься? А чего я? Если б я не голосовал, он об меня знаешь как? Трусю, так и помалкивай. Тебя бы на мое место. Трусю. Вон ваш Сережа и тот. Слушай, ты. Я тебе сказал, проваливай. Или тебе 150 раз повторять надо. А если и правда не придет? Придет. Опоздать может. А если и правда опоздает? Надо как-нибудь Лидию Михайловну задержать. Да как ты ее задержишь-то? Есть способ. 100 километров. Зиночка. Спасибо. Ну подожди, прошу. Ну что происходит? Вот так нужно, освобождает рейсер. Я не могу, Сереж, ты что-то некому работать. Ну прошу тебя, в школу надо вот так. Не могу. Ну что сделай? Ну ребят, ну помоги. Ну помоги, ну. Ну что ты заладил? Не могу. 100 километров. Я не могу. Опять дыхнуть, что ли? Что дыхнуть? Ты как женщина разговаривает. Да. Человек из пионеров исключает. Сейчас спецсовет собирается. Из школы может полететь, парень. А мне в рейс. Кто? Колька Снегирев. Я же тебе про него рассказывал. Снегирев из школы? Ну да. А что ж ты смотрел? Я смотрел. Тебя на мое место. Погоди, погоди. Хорошего парня из школы выгоняет, а ты? В рейс. Я тебе учетную карточку в игру закачу. Да не могу я его отпустить. И тебе тоже закачу. А мне-то за что? За что? Давай сейчас в райком в школу, сам знаешь куда. Я за тебя в рейс поеду. Правильно, Кузьма Михайлович. А ну-ка, немедленно по домам. Давайте, давайте, давайте. Быстро. Быстро по домам. По домам. По домам. Меня? Да. Вы знаете, мы обещали номер посмотреть в концертной программе. Такой номер? Что вы? Вы понимаете? Вы понимаете? Вы понимаете? У меня же педсовет. Какой там номер? Ну-ка, давайте поскорее. У нас и костюмы есть. У нас все уже готово. Ну что ж, товарищи. Время начинать. Здравствуйте. Где же Витья Михайлович? Не знаю. Я вместе с ней вошла в школу. Что ты там? Как нам. Н分享!! Н wore это! Маши! Барби ётой! Барби ётой! Барби ётой! Барби ётой! Я больше не могу. Лидия Михайловна, как, нравится? Не знаю, надо подумать. По-моему, много формализма. Лидия Михайловна, мы еще это вам не показывали. Вы знаете, девушки, мне сейчас некуда. А ну-ка, откройте дверь! Откройте дверь! Это что за хулиганство? Откройте сейчас же дверь! Откройте дверь!!! Ты что на дубе все же? Безобразие не школа, автобаза какая-то! Безобразие 국민 из двух... Эх, вы! Здорово, Снегирь. Ни ответа, ни привета. Ключ принес? Какой ключ? Нет у меня ключа. Ты сколько мне должен? Я что-то позабыл. Я отдам. Отдам, отдам. Отдам сто лет жил. Снегирь, хочешь договоримся? Ты мне даешь ключ, а я тебе весь долг прощаю. Весь долг? Все до копеечки. А если я не отдам? Тогда гони деньги. Сейчас? Нет, на тот год. А если я ключ дам? В расчете будем? В расчете, не тяни давай. Честно? Где взял? А ключ-то? Вы же деньги просили. На-те, гуляйте. Ты что, байку разыгрываешь? Пойди, тебе говорят-то, да. Мы пока. Нет, пошли. Куда? Пошли. Эй! Ну, все. Садись. Чего? Зачем? Садись, говорю. Зачем? Пусти. Зачем? Пусти. Зачем? Машину! Машину нашу угнали! У вас все? Да, все. Как это просто у нас получается? Исключить? Поставить вопрос? Поверьте, Федор Федорович, это совсем не так просто, как вы думаете. Я ведь чего только не делала. Извини, вы его выбирали. По душам с ним два раза разговаривали. Что же вы хотите? Два раза? Да, а что? А что тут смешного? Да. Тайное общество. Подумать только, товарищи. Ведь у них, наверное, и своя программа была. А? Цели. Задачи. Разумеется. Мстить Зубрилом и Выскочком. Страшное дело. Мы пытались даже организовать избиение членов совета дружины. Простите, а школу поджечь они не собирались? Ну, при чем тут школа? Мы куда едем-то? Ты говорил, вещи перевозить будут? Будем, будем. Все будет. Вещи будут. И новоселье будет. Товарищи, неужели вы не понимаете, что Снегирев это же отпетый тип? Ведь не сегодня, а завтра он свяжется со шпаной? Что вы думаете? Хотите, чтобы было как в 23-й школе, что ли? Да слушайте, Лидия Михайловна, ну что вы нам все мозги крутите с этой 23-й школой? Вот человек из 23-й школы. Вожатый производственник. Ну-ка, пойдите сюда. Вот. Отрядный пионер вожатый. Я его специально сюда пригласил. Ну-ка, скажи ей про общество. Было такое общество. Вольный пират называлось. Вот. В прошлом году. Вот. Мишка Евдокимов придумал из четвертого класса. Скучно на сборах. Вот они сговорились бежать к Черному морю, захватить корабль. Вот. Потом выйти к берегам Африки, подкарауливать империалистов и топить их, как котят. Вот. Толковый парень. А сейчас председателем совета отряда у нас. Вот вам и общество. Болтают люди, сами не зная, что. А вы повторяете. Что же я, по-вашему, сплетни, что ли, собираю? Лидия Михайловна, дорогая. Вы уж не сердитесь на меня, пожалуйста. Неужели вы сами не чувствуете? Нельзя вам с детьми. Ну, не ваше это занятие. Что же вы хотите сказать, Николай Андреевич? По-вашему дарам хлеб, что ли, я? Я пять лет в школе. Да разве Делов там сколько лет? Вон Руденко у нас. Всего несколько месяцев. А уже 27 ребят шоферскому делу не учил. В Кавказ поедут. В страну поспал. Какой там Кавказ, Федор Федорович? У них уже давно планы переменились. В колхоз поедут помогать. В колхоз? В колхоз? В колхоз. Хорошо. Машина теперь есть ведь. Извините. Федор Федорович, я только что узнал, Снегирев со своими дружками угнал школьную машину. Извините, пожалуйста. Я ведь говорила. Я ведь говорила, вы же не хотели слушать милицию. Надо сейчас же позвонить в милицию. Это единственный выход. Минуточку. Дайте мне сказать. Минуточку. 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 А вот и в гараже. Женачем сга! Бглибный валя, деревца. Минуточку. Минус автоматという путь. А вот тебе sage раз, возьми и прям… И тебе saber… Бр � at all… Он никогда в жизни подлости не совершит. Это очень благородно, верить в человека. В то время, когда он кранет машины. Кто здесь будет директор школы? Я вас слушаю. Спасибо, товарищ директор, за мальчишку. Хорошего человека в воспитании. И вам спасибо, гражданочка. Спасибо. И вам, товарищи, спасибо. Над морем, над сушью, зарей горит костер. Послушай, послушай, о чем поет разгон. Над морем, над сушью, зарей горит костер. Послушай, послушай, о чем поет разгон. От самого порога, от самых отворон. Далекая дорога уходит на мороз. Далекая дорога уходит на мороз. ПЕСНЯ ПЕСНЯ Дальше, что там впереди. Уходит путь, далёе. Не по школьному кресту. И нетirdро, по дороге, И дружбе не конька. И нетirdро, по дороге, И дружбе не конька. Субтитры создавал DimaTorzok